Раскрашенная статуя Дмитрия Фельдмана, ну, раскрашенная, например, мельче, не наше, но, по-моему, не речь не раз напоминает о том, что и наши, и все структуры были покрашены, были ее зрачки, были ее зеленые цветы, были золотые сережки по ушам. И совсем уже такое необыкновенное, что если бы про Франиту Никского, источник нашей географической, рассказывают разные эротические истории, то точно такие эротические истории уже случались с Венером Петром Фельдмана. Другой бак, современный искусств, у нас есть замечательный зал, зал рассказывает, он называется Сенебор, до того мы дали даже, зал рассказывающий о том, как воспринималось в Европе античное искусство, все античные скульптуры, все античные вазы, живем здесь. И там у нас стоит Минерскуртура Божжуа, наша собственная, которая тоже участвовала в манифестах. Соответственно, она обновеена по образу Диана Фельдмана. Игры, что называют благочисленными, по случаям посетителей, зачем такая гадость стоит в армитаже. Мы можем очень легко отсылать этих посетителей, на нее помочь Рафаэль, где такая же гадость двух сторон нарисована, и никто ее не замечает. Поэтому, опять, испытательное, более отечественное наследие. Совсем недавно в Венеции, в музее Коррера, открылась замечательная выставка «Русский палатио». Она создана не армитажем, а в СССР, она создана двумя армитажами сотрудниками. Это, конечно, блестящая выставка, как раз про то, как отечественное наследие осваивалось в Европе, но и потом в России. И, конечно, это незабываемое впечатление, когда больше первый зал, посередине не модели, а на стене чертеж, изображение станции метро «Площадь восстания», которое мы все хорошо знаем, которое все придут ругать. Ужас, но есть, не знаю, в нашей церкви, хотя в Санкт-Петербурге, это вот здесь просто «Площадь осы». И когда, да, из самых актуальных проблем сегодняшнего дня, такая музей на ворозном, в этих актуальных музеях, там было много споров, актуальные музеи сейчас в нашей вартуальной жизни, все о ней, музей – это подлинность. Но дело не в этом, дело в том, что очень полезно обращаться, опять же, к дневности, и вспоминать, что идея дневникального музея, она всегда была, и всегда у меня свое отдельное место, и она очень высокая. Вела реальный дневникальный музей, римские копии из греческих статей – дневникальный музей, ну и замечательный дневникальный музей, сфера дневникального музея, в Британский музей это сделано, в принципе, но она раскрашена, так как она была раскрашена в свое время, это тоже одновременное изучение, науки, знания и, можно сказать, субменная искусство. А так что только несколько примеров, как наша античная новая антикоррегия и наша античная память, как я работаю в сегодняшней жизни в музее, я хотел бы с удовольствием отметить, что наши комитеты радиоантично не только активно изучают памятники, не только активно работали и работали в сохранении всей нашей экспедиции на Украине и Крыму, а все предыдущие годы продолжаются и сейчас, но и не только активно работают плодотвором с новыми экспозициями, с новыми видами экспонирования, но и получается вот этот разговор о изменении политического наследия, его проображения, существования сейчас, и в частности, с готовностью предоставляют свои залы для разных экспериментов, связанных с новым искусством, культурством. Это там какие-то тонные блоги, которые согласились поставить в фортуни и всякую разную такую скульптуру, это на самом деле доказывает, что ничего современного, чем античность, у нас нету, и это, в общем-то, хорошо, потому что она хорошая, наша античность. Я еще раз всех вас приветствую. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И снова, в Сочудар-Лейскому, в аренду Петербургского субботства университета. Пожалуйста. Спасибо, Николай Малисович. Уважаемые, уважаемые господа, дорогие коллеги, для меня большая перелетия от имени ректора Студар-Лейскому субботства университета, всех студентов, сотрудников университета, для меня участия в открытии уже пятой конференции, в том числе и потому, что в 2010 году первая конференция от этого цикла была организована и прошла. Победились на Петербургского субботства университета. В этом же году Брум, ведущим университетом России, был исполнен особый статус со специальным федеральным законом и сразу после этого было учено решение о подписании договора о статистическом партнерстве между университетами. Не раньше я работаю в сотрудничестве двух коллективах. И, пожалуй, один из них более успешных проект этого сотрудничества связан с сотрудничеством в области искусства, искусствоведения, истории. И вот сейчас уже пятая конференция, она проводится за четвертый раз вместе двумя университетами Московской бюджетной университеты, Санкт-Петербургской бюджетной университеты, но приятная особенность этого года заключается в том, что в соучредительной конференции присоединился в выдающийся пермитаж. И я разрешу вам сказать вредное спасибо, Михаил Борисович, вам и вашу объективу за это. И, знаете, если вы никогда свершен по набережной, то было заметно многочеловеческие движения. Что вы ввели дирекцию. Вред человеческие движения очень важным, но естественным профессором признаками, что у многих молодых лиц меня очень-то радует. И это дает основания и надежду думать, что то, что мы с вами делаем уже пять раз, это интересно для молодежи, это дает молодежи какой-то интеллектуальный импульс, участие и своего собственного развития. Надо сказать, что мы каждый год фиксируем на увеличение числа коллег, прибывающих на наших конференциях, которые теперь проходят по очереди в Москве и в Петербурге. И вот в этом году около 60 вузов, научных центров, институте России, Европы, мира в гости к нам. Мы этому очень рады и я хотел одинаково приветствовать в шестер, потому что возможности время приехать к нам, на Санкт-Петербург, и участвовать в этой конференции. Тема конференции и отношения я не могу повторять, хотя у себя надо порадовать, что для любого института и для любого института античности не уходил. Спенсов не принято тем, что в генеонтичности возникла наука, по крайней мере, так же, для любого института и для любого института мы глубочайшим образом базово связаны с нашей историей сегодняшней, связанной с этими временем и этой удивительной культурой. Я хотел бы отражать вам всем, для них, коллеги, интересной работы. Начинаем мы очень праздничная атмосфера ментального зала. Я же знаю, что будет много интересных столов, семинаров, посещения коллекции. И это прекрасно, что нам все вместе удалось, как мне кажется, создать площадку в дискурсах, посвященном актуальным проблемам, организмам на нашей базовой теории и чего-то еще. Теории истории искусств, да. Мне кажется, что наше интересное 5 дней и то, что кажется, это сам прибор, что у университета я хотел бы еще раз произвести большейшую благодарность, тем, чем комментирую и подключить вашим сотрудникам у нас это особенно организация. Интересные работы. Спасибо за внимание. Скоро, у нас в школе прожесов. Скоро, сейчас. Дамы и господа, дорогие коллеги и друзья, я представляю Московский мистерк, и для меня огромная честь благодарить организатора конференции и директора института истории Санкт-Петербургского университета и руководства Санкт-Петербургского университета. Мы запрещали ответственность в этом замечательном зале, который по сути длиной является взаимопрощение судьбы властьевской традиции в отечественной культуре. Сотрудности между Московским университетом и историческим пунктом Московского университета и Роскопердинского университета возникновительный характер. Это не только конференции, которые мы сейчас обновляем, и у нас сейчас проходят, но это и объемы для них это объемы, это объемы с объемами, это совместные практики, и очень хорошо, что вот такие контакты между внешней университетной страны, они существуют, они развиваются, они действуют. Эта конференция уже пятая, и они происходят в Петербурге, и ее тема короткое основное очень важно, что оно и оно происходит в этом городе, потому что Петербург является собой так называемый пример, живой опос развития классических традиций, жизни классических традиций, актераментов нашего научного быка, поés Возьмем литературную поэзию, возьмем искусство, и все аспекты жизни классической традиции в Воскресском искусстве, а это одна из главных детей, по сути, всей культуры, они здесь начинают свое воплощение. Это не прямое подражание, это и творческое использование, это и скрытая кондоминация, которая есть в авторитетической традиции. И когда я еду в Петербург, я специально взял такую простанную цифру с собой. Это цифральный диспрофессор Петербургского, который долгий год живут, в группе пока два раза он даже не иммигрировал. Это Патриханцевич Зеленский. И он занимался не только непосредственно как ученый, и не замечательный сработой, но и как таких более популярных работ, его сборник «Видишь жизнь людей». Они все в Италии ученики по линейку «Монитары» не только в Москве и в России, и далее уже его делал «Кландалскую работу». И вот одна из своих страниц статей в 1891 году, которая была посвящена поэзии Майкова и теологическим образом, который есть в этой фразе, он пишет. И как всякий человек в XII веке любит сравнивать имение природы и имение культуры. И довольно поэзические описывания, которые, вроде, представляют судьбе, в жизни Европы, в природе, в Европе, в России. Дальше он продолжает на другой поток, на другое течение, которое существует уже в европейской культуре, и пишет следующее. «Есть два течения в той величавой реке, которую мы называем семерной историей. Одно верное – это то, о котором говорят и пишут все, в котором желание будет участвовать все. Это оно, оболеваемое гражданами общественного мнения, вздымает партийные страсти, заливает ими, по-моему, как и Министерство Петербургского, зрелище грозное и мышительное. Не спорю, хотя бы даже за лет в следующем дня, одни у него ничего не осталось, кроме пива и зимы, где он уже на береге из глубины народной души. Второе течение – шумный призвод, и поэтому оно мало обращает для себя внимания людей и заметно меж исследователей, а не дети. Оно тихо и надежно исполняет свою великую горькую задачу, перенося оживительную теплоту отличного мира к дальнюю широту современного северного человечества. И вот, благодаря ему и в нашей крае покрываются роскошные зелень не южные, разумеется, а той, которая способна вынести производительное нашим северным днем охлаждением. Это последнее обстоятельство окончательно смущено людей, заставляя их сомневаться в существовании и действительности нашего здорового течения. В самом деле, там и не экипористы, а у нас и не дубы. Где же тут способ? Где воздействие? Они не понимают того, что не будет постоянного воздействия для этого кольстрима античности, то не дубы и ели, а мхии и шаи были бы показателями современной культуры. Но, может быть, это действие, это могучее подводное течение, согревает против кольца и тех, кто не знает его царя, и тех, кто недомыслит, желал его восстановить. И вот мы видим, что у нас не Хаид, не Шаид и Фи, а действительно, то мы и ели процветаем, и зримое воплощение этой нашей конференции. И вот тут огромный труд организаторов Екатерпурга, Екатерпийского амитажа и Александровского мистера, которые собрали из двух замечательных конференций. Удачи, Илья Романова. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет, Владимир Владимирович Тарунов, директор Института Истории Петербурга Университета. Прости, не привык. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, уважаемые гости, друзья, я, наверное, на две части разделил бы свою речь. В первую очередь, как председатель комитета данной конференции, хотел бы поделиться некоторыми мыслями. Вот проводя различные конференции, бывает столько глобот, столько проблем, и такая загруженность, а вот данной конференции я как-то и не заметил. Получилось это, наверное, потому что сама идея данной конференции была очень востребована. Она была в мыслях в повседневной работе. Она была востребована как студентами, так и молодыми учеными, исследователями. Мне кажется, что сама постановка актуальной проблем теории и истории искусства оказалась столь важной и нужной, хотя, замечу, что в какой-то другой сфере очень модно было в советское время говорить об актуальной проблеме в истории рабочего власти, христианстве, инференции, иных вещей. Но, видимо, здесь имела место определенная искусственность. А само искусство оказалось, что у нас стало соединение актуальных проблем и в теории, и в истории. И эти проблемы тоже, видимо, были выделены не случайно. Мне кажется, что искусство, понятность тем, кто знакомится с искусством, с добрыми намерениями, с человеческими свойствами, и оно становится понятным без знания языка, без каких-то иных дополнительных профессиональных качеств, которые формируются при подготовке профессионалов. То есть человек в состоянии оценить то, что сделано. В этом большое преимущество. Мне очень приятно, что на самом начальном еще этапе востребованность была именно со стороны наших коллег исторического факультета Московского государственного университета. И огромную поддержку оказал декан факультета Сергей Павлов-Карков и коллеги из истории. Видимо, это послужило основой, что мы сумели выйти на более высокий уровень востребованности. Мне очень приятно, что в этом году нам оказал огромную поддержку «Ремитаж» и, безусловно, Михаил Петровский сказал нам новый стимул. И я благодарен всем, кто откликнулся на нашу конференцию. А как директор института я бы хотел сказать следующее. Очень важно проведение таких конференций. Они носят еще образовательный характер. Сегодня здесь новые студенты. Они получат школу, школу знаний, школу исследователей. Они смогут увидеть тех, кто посвятили свою жизнь искусству, изучению искусства. И сегодня смогут поделиться своими профессиональными навыками и достигнутыми с молодым. Я желаю всем участникам конференции успехов, интересных докладов, дискуссий и творческой атмосферы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АпБОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 а также кратко стараюсь объяснить, а почему, собственно говоря, эта тема оказалась настолько актуальной, настолько, сколько даже мы не ожидали возникнуть такого жажданства, с которым мы получим очень тарану. В 20 веке античность и ее влияние на культуру искусства в последующих веков становится одной из трестральных тем искусств познания. Это движение мысли затронуло не только частным примером воздействия античных образцов по образу европейского искусства, но также понятие классического, в сущностном плане, всегда неразрывно связанное с античностью, стало ключевым для осмысления путей развития искусства от ренессанса на нашем мире. В историографии прошедшего столетия эта категория неизменно присутствовала в концепциях ведущих теоретиков Бёрфина, Голубиха, Пановского, Забельмара, Харшинцевон-Вайдинга, Парбинга, Деррида, и мы неизменно сталкиваемся с этим понятием в любой концепции и теории, связанной с историей искусства в целом. К современному спецпознанию отечности, в проблемах питания отечественного наследия, а точнее его трансформации, в изменениях в определенные пространства, задают управление многих исследований. Экспансия классического на периферии отечественного мира, греческих городок Амбрии, юга Италии, юга России, Павра, Забелийского моста, Варбики, Адаптация к фактической культуре и искусственному глупо-меренизму, культуре Сан-Вастопа, станет предметом изучения целых научных школ зарубежного российского антиколесия 2-20-го начала 21-го века. В изучении искусства древней грецки и Рима пристальное внимание уделяется на классические течения, например, таких как неоатический стиль. Наконец, в прошлом столетии самостоятельный расстав науки отвергнулся в свои вкусы и собирательства антиколесия, а исторические реставрации стали обязательной частью научной коммуникации политики. Шаг вперед к теоретической разработке проблемы будет сделан в фотографических трудах и следующих идей и концепциях, которые имели определяющее значение для западноевропейского искусства. Многота, искусство, тело, прокладывание изобразительного мотива, сущность классицизма, стиль и идеология государства, эпифания, мифотворчество, изобразительное искусство – он далеко не поможет, и еще и тем, и срез, которые быстро вырастают. Доклад не претендует на полный обзор современной программы и стереографии, и правоактивной конференции. Это краткое обведение, задача которого – дать представление об основных направлениях и меркам и наглядно показать значение этой темы на примере деятельности нашего научного центра отдела античного мира государственного эквентажа. Как известно, уже в группу Анфарики – антирическая цивилизация в основном депутатии Северномории. Великие основные города, народные территории, и уже тогда, мероприятичные группы, и стал образцом их данных народов – Африки, Северной, Назимы, Кану, Скину, Паракинска. Проблема взаимодействия отечественных традиций и выборов с новым местным населением стала ключевой для нескольких поколений исследователей Северного и Черномория. Это традиционное направление российской и армитажной модели. В соглашении греческих и варварских элементов оказалось целью внимания на чем-то – урочи Ростовцев, урочи Ростовцев, Умаркаура, уже в начале века прошлого, а после – урочи Ростовцев, урочи Ростовцев, урочи Ростовцев, урочи Ростовцев, начиная с 6-го года, урочи Ростовцев. Тема литрическая программизация привлекла внимание в самобежных учетах. Важные за этические положениями были высказаны в трудах Джорджу Горбона Джона Младона о взаимодействии греков и народов, находящихся на более низкой ступени развития, взаимовлияния сторон. В российской науке последних четырех десятилетий появились труды, струбирующие знания по истории археологии отдельных центров управлений, а также большое значение мере разработки методологических аспектов, межребнических контактов, в особенности имевшие место в работах Юрия Викторовича Андреева. А именно системный комплекс для изучения античных и варваровских обществ теперь их стали рассматривать как тесно связывание между собой зрения и идеи под обменной системой взаимодействия этносов, находящихся на разных уровнях экономического развития и принадлежащих разным социально-экономическим формациям. Для Эмитажа эта тема традиционно очень интересна, поскольку и коллекция нашей древности Северного Крещеннодорья одна из крупнейших в мире, и, конечно, крупнейшая Россия. Ну, как известно, в разных формах в настоящее время проходит эти исследования, это и конференции, всем хорошо известен фастбольский феномен, который на протяжении десяти лет собирает исследователи Европы и Россия. Раскопки. Вот сейчас вы видите карту Крыма и противоположного берега Юга России. Шесть антиологических экспедиций антиологического мира работают на территории Крымского острова. Это Раскопки Нервейки, Херсонеса, Муфея, Березания, Тиберия, Раскопки Нервейки, Херсонеса, Муфея, Березания, Тиберия, Тиберия, Результаты Раскопок публикуются в антиологических отчетах, в коллективных сборниках, а также отражаются на выставках, и здесь вы видите множество подложек каталогов временных выставок. Хранители работают на добропытной коллекции, в первую очередь исследования монументальной коллекции «Золото» и «Браговича Калашника», «Античного стекла» и «Захарной Куниной». В образной экспозиционной форме результаты нашей идеи, наработки, памятники, представленные на новой экспозиции «Зал Пасхора», открытые для посетителей после рекордской института в 2009 году. Определенной важной легкой в историю научной мысли стала выставка, проведенная в музее Голи Гейтс 2007 года «Греки на берегах Чёрного моря». Здесь были показаны, представлены не только очерки истории, искусства, истории этого региона, историографии, но также и статьи, посвященные, в каталоге более опубликованной статье, посвященные наиболее характерным художественным группам, сделанные важнее обобщение по путям развития этого искусства. И очевидно, что гуляция суммирует основные тезисы, которые разработаны в протяжении всей этой длительной истории исследователей Греки и Стиво-Северного моря, можно их свести к нескольким важным положениям. Совершенно очевидно, что в основе это искусство греческое, принадлежавшее Средиземноморскому отечному фундаменту. Но греческими были архитектура, образ жизни, религия. И совершенно удивительно, ведь города были не только основаны Греками, но и продолжали тезисные компаниями в протяжении всей своей истории. Однако, насколько очевидны черты сходства, насколько очевидны и различны. Во-первых, отметим отставание художественной эволюции античного искусства, негромное совпадение химологических периодов. Такую задержку вполне естественно встретить в регионах, отдаленных от центральной части античного мира и аналогичного явления характерной для колониальной культуры. Вторая особенность – упрощение схематизации форм. Это результат адаптации традиций, перенесенной в чуждую среду. Этот феномен также известен на большом пространстве окраина, античный аркумент, где происходит притрата в архитектуре и изначально своеобразие, превращение в кондициальные варианты в реческие римские культуры. Наконец, главное отличие – это появление в искусстве культуре черт, которые стали результатом контакта в веках и нескольких временах. Результаты контакта были разными и образились на обеих сторонах. Здесь, на северных берегах Терпаного моря соприказовывались два чуждых мира – мир перенесской, моряской культуры и мир как щелифов. Контраст между миром, восприятием, укладом, общественными целостями, чрезвычайными мирами, что может быть более противоположным – окропой и скифской звездности. Но, тем не менее, при всем разительным исходствах греческие формы, которые все постепенно вымачивались в речи глобально окружающей среды. В ходе этого процесса произошел огнет художественными элементами, образами, формами, сюжетами. Вот здесь мы видим греческую форму ваз, греческую архометику, и манеру изображений, и скифский сюжет. Таких примеров круга, больше всего, конечно, в Торептике. Вот знаменитая Фиолайс, Кургана Куропа, Куропа, типично греческий предмет самостоятельного возлеяния и абсолютно варварский смысл изображений. Благодаря удивительной гибкости мышлений греков, формы их искусства легко адаптировались к семантическим системам, что мы видим на протяжении всей истории цивилизации. Вот было это. Получалось это по-разному, в разных формах, и хронизм обмен был разным. Так, например, греческая традиция любезновения в Торептике была перенесена на помещение на Лоскопо, почву вместе с художниками и эссенцией, и на полную основу содержание. Вот, видите, вот эту вазу, всемирно известную вазу с чертовыми руками. Греческая замечательная форма амфора, высокочережное исполнение и стиль, и абсолютно коноскийский мир, религиозных метрологических образов, древо жизни, крылатого, крылатый конное лошадство, сцены и жизненские воли. По-другому произошло в керамики. Здесь наоборот, амфортическая продукция, все эти сосуды выполнены в Актике, в Афинах, изменилась вклад вкуса от влияния вкуса местного, варварского, поспорского. Посмотрите, это ваза так называемого керченского стиля. У них много цветов, голубой, красный, розовый, золотой. Они очень эмоциональны, прорубные. Они, конечно, сюжеты отличаются от фантастической продукции, это сцены фантастической работы, зачастую анимасы, амазонки и прочие существа. Много царских портретов. Но удивительно, на Босфоре царская ряда существовала с середины 5 века до нашей эры, но не так, как в Афине. Знаменитый на весь мир этот портрет московской царицы, возможно, Динамии, которая представляет самую причудливую смесь названия трех культур. Это римский портрет, неприятный, неправдивый. Вместе с тем, царица харизматична. Она правит вне времени и пространства. Это портрет мистический. И в то же время, полувосточный символизм. Царица одет в эфирийскую шапочку, покрытую изображением звезд, что было династической символикой ахинеида. Замечательное явление, мастерская речи Пентексамена. Это один из самых известных речиков клецы в эпохе классики. Принято считать, что он основал работу на джеревом основе, и его мастерская продолжила его работу в стиле дексамена. Конечно, по-разному он проходил процесс с авианизацией в разных античных центрах. Например, в Ольвии усвоение варварских ремонтов происходило спорадически. Вот видите, греческое зеркало и совершенно варварский элемент, киевский зверяный стиль, изображение элемента декоративного. В то время как скульптура Ольвии была чисто земноморской, тяготела к александритскому стилю. Херсонес был затронул на влияние варварское, он оставался обособленным, что, конечно, относилось на форму его искусства. И самое интересное, наверное, в определенной степени самое интересное, произошло в Москве, где сидел спрямок устойчивой формы. В Тараптике, ну, здесь мы видим снова греческую форму, скифский звериный стиль, скифский дескутерзание. Здесь, наоборот, скифский предмет, античное содержание. Камчан – это вкладка карита, Камчана, наука и стрелы. Здесь изображены сцены жизни Ахима, греческого пьего Ахима. Индивидуализм – такая необычайная живость, человечность, как можно сказать, особенность московского искусства. Ну, в прессе римской утонченности этот портрет чисто поскорский, и местные элементы не только в типаже, этническом типаже, но еще и в манере. Асимметрия лица, необычайную живость, и нарочитая плоскость, такой простой и эффектный портрет. Ну, также знаменитые две статуи, еще наша Загора, Восполярин, античный тип, анако, античный типаж, прическа, местный типаж, или тип лица, прическа и сапожки Ахмексириды. А это мастерская художника, портретистка. На стенах висят портреты, которые он исполнил. он готовит краски, греет, работая в технике каустики, фрагмент розписи, известняковый саркопат. Вот как мы видим божества, греческие, интерпретации местные. Мы видим здесь Афину, Пат, Цатер и Пат. Это сказочное сознание, Восполярин. Они напоминают нам героев фэнтези или сказки. Еще одна особенность вот такой интерпретации местной античной традиции. Эти баспольские надгробия напоминают нам Пальмиру. Линеарность, графичность, вместе с сочетанием, сочетаясь с индивидуальностью, напоминают Пальмирский надгробный ревью. Вообще много параллелей с различными художественными группами, с которыми встречаются на окраине античные аргументы, что, собственно говоря, достаточно подмечено уже давно. Многими исследователями поднажено совпадение форм и видовов и особенностей проктовки в Пальмире, и потенциального искусства, находящихся в противоположных главах античного мира, ставит вопрос огоньских обществ, закономерностей, развития перекрытия властей. Культурная особенность и замкнутость этих территорий вероятно предопределила стереотипы восприятия традиции, антично-классической традиции. Ее проникновение происходило по принципу схемы и коллекции, когда античная структура изображения изменялась, пока не достигла нового качества, новой структурной эволюции. Вот, мы видим акварель, у нас еще до нас фрагмент фрески из коробницы пасхорской изображения рудов, имеющие определенное сходство с уже цепляковыми древнерусскими росписями, и его тоже совсем напоминают нам древнерусские образы голова Деметры из стандартного древнерусского Деметра. Черты искусства региона прошли продуктивное продолжение в искусстве поздней оптичности и раннего Средневековья. Нельзя не признать его значение как театра художественной традиции, не только пространства международного, но и по крайней мере между двумя историческими данными цивилизациями. Родь оптичного наследия Северного Черноморья для древней Руси еще предстоит определить. Второе направление исследования и трансформации традиции это искусство эллинизма. Основная особенность эллинизма в этой стране и эллиническую структуру заберетила Игейского Василия. Если ранее предъявили колонизацию Эпитал Комли, то теперь в результате Побода Александра произошла поливная экспансия, которая запровывала древние цивилизации Ближнего Востока от Средневековья из-за призвленности искусства религии и образ жизни. Историки искусства эллинизма часто говорят о симбиозе эллинской и восточной традиции. Как представляется, процессы эллинизации проходят по разному разным регионам, и не может быть в том, что эллинистические памятники редко дают примеры ремонического воспитания на пути. Они показывают несовместимость отечественной и восточной внешней системы. Но если в странах Центральной Азии речь идет по образному выражению, что угрыжает обережение пересадки, а не трансфлантации отечественных эллинизм, то среди земноморий о новом импульсе к развитию собственной культуры. Так, по мнению Михаиловича Ростовского эллинизма существовал на территории Косковского царства. Вот мы видим нашу статуу московского царства. Здесь процесс эллинизации правящей митрии начался задолго до царства Ростовского Александра. Сущность эллинизма состояла в творческой переработке классической традиции и создании в основе новой художественной культуры. Клинистическим инновациям относится появление новых жанров и развитие выразительных возможностей, в частности, изображение эмоций. Тогда были сделаны многие открытия, без которых нельзя представить искусство западной Европы. Индивидуализация портретей, образ белого правителя, жанр реализма, рематизма и экстодичность. Иссыка легории воплотились творчестве художников, соединивших реческих гений и величей основ. Определение эпохи элинизма как сопоставительного этапа искусства проходило на протяжении II веков. Тогда в Крако, Шамбако, Вильгер, Шнедерше, Бибер, Лейджи, Стюрка, Смита установлены основные стилистические фазы, дано определение основных чертов. Для нашего этажа это тоже достаточно преобразовательное направление. Особенно активно работающее в последние десятилетия. Этому интересу безусловно способствует создав коллекции элиптики, искусства, а также элипетов восточного и восточного элинизма, египетских памятников и центральных антиадских. Последние истории известны специалисты как Дима Москва. Средиземаутский видимо представлены статьи «Дело артичного мира», также исследования глиптики, исследования монстров Александра. И упоминание заслуженной выставки Александра Велики, которая была в Санкт-Петербурге. впервые была армия в Санкт-Петербурге. Тема выставки «Поход Александра и его последствия элипризм как процесс взаимодействия цивилизации и кухни». Выставка показала конспективность цивилизации, «Гелетический мир», «Верний Восток», «Верхочерниках». В Конфистенте, где прошел Александр, начался процесс элипризм и тогда округлась культурой запады европейской культуры, пути развития искусства, ренессанса и до наших умений. Главное открытие веков искусства, как подражание в природе. Осталось учиться к восточному миру, пониманию, молодым направлением исследований, имеющим непосредственно от наших медицинских конференций, является историка реставрационная. Изначально такие исследования были уникальны в истории спиралиста, и являлись технической частью описания предметов, колонококолекции. Монография «Вкус и отечность» во многом изменила взгляд на антипе. История вкуса стала важным фактором создавания древности. И на сегодня интересная имитация реставрация античных предметов, актуальный кредит, исследование античного языка. На сегодняшний день историко-культурная и художественная ценность реставрация реставрация общепризнана. Хозяин давно в 60-70-е годы в музее США и Европы культивировался античный фрагмент. реставрация реставрация зачастую в интернете. В наушных программах «Отечный мир» в их направлении активно развивается. В особенности в связи с публикацией коррекции каталогов международной серии. Это корпус антиклорум и корпус античной скульптуры, в котором началась публикация. Хранители коллекции и реставраторы работают в исследовании реставрации вас из собрания компаний, инстатий, Ларри Брауна. Всем хорошо известно, что наши собрания формировались за счет коллекции 18-19 века главным образом. Здесь мы видим отождествление объектов из собрания агарбрамма сделан Олегом таковичем неведомым. И, конечно, очень много интересного можно увидеть замок. Вот, например, это бюст литяное. Вы видите, здесь дополнен бюст, венок, нос, уши, часть головы. То есть, это произведение, собственно говоря, для реставраторов большей части, гораздо чем антик вазопираметия. В декоративном искусстве и вот эти дополнения нового времени вообще-то зачастую преобладают работа вот этой вазы пиранези, в мастерской знаменитого аккровера, художественного аккровера, реставратора античной артичной культуры. А это талантливая имитация античного антрета сделана скульптором «Уроки Возрождения» памятники памятники знаменитые из музея Камбана, пришедшие из коллекции Камбана, это статуи Питера и Калинии Цезарь. Попросту говорили ремейк, фантастический ремейк, не было никак скульптуры, но талантливый скульптор пакетики и ремонструировал эту статуу дизиотичная голова, часть торса, все остальное воспроизведено этим скульптором по композиции скорее всего воспроизведенной монете. Михаил Горгиев Павлович говорил о том, что много работает с современностью, и это действительно так. Здесь вы видите обложки выставок, которые рассматривают и посвящаются дизиотичному наследию золотой европейской культуре, Это античный русский театр, сюжеты отечно-западноевропейского искусства, и театры, и театры, которые взяли с вашими юристами. Искусствознание античности 2-го главного 20-го, начало 20-го и 21-го века отмечено большими переменами. Они включают в себя разработку нового тела, в своем их проблеме, в развитии трудовой и весной жизни. Проблема античной традиции, которая важна в развитии современной местности. Так, как выражение форума, классический элемент был встречал образец, но уже не мог участвовать. Со времен Венесанца, активное время, античность была постоянной для вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас, как и премьер-насущее представление, книги и словами, которые в конце нового президента археологии Параса и Криванских государств. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Субтитры. Спасибо. и сейчас будет расслаблено. В то же время, мы также получили возможность посмотреть там, на стороне Эпси, здесь вы видите большую группу представителей в конференции смотрят. Арестидис Варьян является именем того, кто использует инструменты, следовательно, используя эпси традиции и карбирует его собственные мебельки, которые вы видите в картине, и внизу, используя эпси мебельки мебельки из эпси которые он collected для парня. Следовательно, этот мебельный 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 парня, будет обновлён и поднимаю его контент. Этот мебель в целом 34 школьные поворот подвижены в 4 парт. Парта 1 название «Скопас of Paros» и «Скопас» и «Скопас» включает 8 исследования на личность и работа и его отношения с островом культуре. Начинается в письме номер 1, Андрей Стюарт, с обзором Скопаса и его работа на основе от литерального и реческого археологического именемент на исключение его артистической личности. Папер номер 2, в этом письме, «В этом письме, между «Скопас» и «Скопас» и «Скопас» и «Скопас» создавал при презентации нового исследования из Парос и анализации на влиянии на инфляции на территории и на территории его личности». Специфики элементы которые характеризают «Скопас» как «Архитект» и «Скоптер» и «Скоптер» в письме номер 3 как стандарт в отношении к обзору обзор мессинян артист «Дамофор» «Давайг Танди» «Давайг Танди» « Jahrмур» «Скоптер» «Архитект» в 5-6 сентября Б.C. от последние несколько декабря эксказов на ПАРОС от антибиотики Фотиниза Фиропулю. Археологист Янус Курайос, от Министрия Культура, в номер 6, discusses аркаико-темпель Рокодо на Деспотикоди, в основном географическом районе ПАРОС, и его важный кашет аркаико-курои и коре. Вообще, как учебник, в работе от itinerant ПАРОС, прежде чем СКОВАС, Аристоун и его учебник на пабель номер 7, оформлено от Д. Василийки БАРОС, от Берлин Университет. В конце концов, в этой части, археологи, в последние годы, в ПАРОС, археологи, СОФИА ДЕТОРАТУ, Министрия Культура, и их output, до СКОВАС-темпель, до сих пор, до сих пор. ПАРТ 2, «СКОВАС-темпель» и «СКОВАС-темпель» «СКОВАС-темпель» button comes the presentation of recent data, including the question of cyclonic elements, concerning SCOВАС most prominent architectural creation, «Темпle of Athene-Allea-Ategea- in Arcadia», by professor Eric Ostby and Berling University. Доктор Георгиоз Мостратус, от Афганск University, на Агрилен, обеспечивает историю, интерпретацию и реставрацию о предметных композициях и аквилициях Тимжиев. Работа на Тимпле, как модель для других, в Мелогонезе, и особенно в Тимпле, в Зубе и в Афганске, в Алея, в Афганске, и в Афганске, и в Афганске, в Афганске, в Папер 12, археологист Димитрий Скускнас. Скопаз, в Афганске, также, в Афганске, в Афганске, как архитекта-скулптор от одного монумента, от альтера, Тимплея, на основе его первой эксперт, с скульптурной импеллажменты от Маус-Алиерона, и в Афганске, и в Афганске, с Афганске, с Афганске. В Афганске, как архитект, мастер-скулптор, и художественник в Санатрасе, в Афганске, в Афганске, в Афганске, в Афганске, и в Афганске, с их влечением с норфянским и македонским архитектурным. В последнее, в Афганске, в Афганске, в Азия-минер, и в Афганске, в Афганске, в Афганске, 14 is examined for possible interactions with local traditions by Professor Paul Vätersin от the University of Denmark. particular attention for exploring his responsibility for the ultra, the late classical Artemisium at Ephesus is drawn in number 16 by professor Anton Balmer of the University of Vienna who proposes что Скобас был, возможно, его архитект. И эти физики на Маузолею Меделик-Арнассо были обучены в номер 17 по профессору Стефан Шмидт от Берлин. Теперь мы идем на пункт 3 entitled Скобас, «Скалту» Скобас, в основном знаменитый как «Скалту», включает 12 пакетов. Эта часть, на его искусство и статус он создавал для северного страны в его полной карьере. В то же время представить часть 3, который связан к Скобасу как «Скалту» и «Скалту» и «Скалту» и «Скалту» имеют, только знаменитый из моих lerновых творчествований он повторял «Статус» в Орведение 18 по 13 Т. Павел Барс-Шерар Редактор Усть и здесь вы видите ее собственные строительства, после того, как она лично изучала эту строительство и здесь мы видим одну из сторон, и в следующем фотографии мы видим другую сторону, как строительство Берим-Важра. В отношении той же статуи, и интерпретирование движения в дионызианском контексте, в папе номер 19, это преимущество в отношении к earlier и later works в Бейн, including the bronze satyr from Manzara de Valo by Dr. Christina Wolff of Maynes University. The evocative description of the statue by Galistratos is discussed in paper number 20 as an экспрессис, congruent to that of the shield of Achilles in book 18 of the Iliad by professor of ancient Greek philology, Yannis Petrovolos. Alternatively, in number 21, what if the so-called Berlin dancer actually represents this masterpiece of Skopas instead of the President Mayer, as the late Wilfrid Geomini proposes? Next, the famous group of Aphrodite and Hothos created for the sanctuary of the great gods at Samithras is discussed in number 22 in relation to the extant literary and archaeological evidence by Clemente Marconi of New York University. On the other hand, the statue of Aphrodite is sought in the naked time, as you can see in the picture of the Anadiomeni, welcomed here by Pothos and Faethon as proposed in number 23 by professor Angelou De Ligogas of the Benaki Museum in Athens. Whereas the Pothos itself is explored in the light of new information by archaeologist Ercilia Lopes number 24. Regarding the statue of Pothos, two hitherto unrecognized entire versions of it in the Thorvaldsen collection are presented by Maria Grugge of the University of Copenhagen in number 25. Then, with regard to Skopas's work in Rome, the statue of Eros thunderbolt bearer, paper number 26, erected in the late classical period, probably in Athens and later taken from Rome is examined and its attribution to Skopas is revived by Dr. Antonio Corso, who is also later the speaker here today. And all the sculptors' works in Rome listed by Pini are analyzed in number 27, shedding new light on the influence upon Roman art and culture by Professor Giuliana Calcani of the Third University of Rome. Lastly, Skopas's work in Knidos as a minor is investigated in number 28 by Professor Cristinos Gann of the University of Istanbul on the basis of 4th century marbles from the site that clearly demonstrates the impact of his style. And, as you can see in the pictures, indeed, the statues are very much in the influence of that style. Skopas's presence and that of his works during the construction of the temple of Artemis Penteficios is examined in paper 29 via sector sculptures, which we see some here in the picture from the altar, and the temple exhibiting scopeic features by Dr. Ulrich Kimous of the University of Vienna. Finally, we go to the last part of the book, part 4, a title, the impact of Skopas's work, and containing five papers on the influence that the sculptors are accepted in the ancient world. Part 4 starts with regions of mainland Greece, such as the Apollo Sanctuary at Delphi, paper number 30, where a revival of Pai and Marlou and workmanship during the 4th century BC has been documented by new discoveries, presented here by the creator at the Museum of Delphi, Dr. Elena Partida. Also, further north in Thassos, a pirate colony on the basis of unpublished marble sculpture in Skopas's manner, paper number 31, discovered at the Miraklio in Thassos, and presented for the first time in this book, since its discovery, in the first decades of the 20th century. So, this statue, which you see this head, which you see in these pictures, was unknown, remained unknown for an entire century, presented by the speaker and Dr. Elena Korka of the Greek Ministry of Culture. Sculptures, portraits, and others, at Alexandria, exhibiting scopaic stylistic features are analyzed in paper number 32, and the channels through which knowledge of his art infiltrated the city's historical and cultural fabric, are investigated by Professor Elena Gizzellini of the 3rd University of Rome. The influence of Skopas and his workshop in Egypt and Macedonia are studied in paper number 33, through drawings on the Artimidulus Papyrus of the 1st century AD, and finds from the Royal Tomb II at Vergina by Dr. Gianfranco Adonato of Pisa. Finally, collections of ancient sculptures of the 1st half of the 4th century BC, and the Hellenistic period from the North Pontic region, where the influence of Skopas is particularly evident, are presented in paper number 4, and analyzed by Dr. Anna Trofimova, and here I have collected some of these heads, as you can see, showing scopaic influence, Herakles and Skripios, and also a marked head of Mithrilitis I. Considering the contents of the above presented contributions, I would like to conclude with the observation that Skopas' dual personality as sculptor and architect, and his prolific error, reviewed and discussed on the basis of new evidence in the scholarly papers, including in our volume, have certainly become more enlightened to the benefits of Scholarship Worldwide. Thank you for your attention. Thank you very much for your attention. And allow me also to offer Anna Trofimova, to get a personal copy of the book. Спасибо.